Я Марина Максарова, я предприниматель, продюсер двух проектов. 12 лет я занимаюсь маркетингом, и с творчеством я достаточно давно знакома. Но немножко с другого ракурса – это коммуникационный креатив. Здесь используются те же технологии, что и в любом другом творческом процессе. Также создаются идеи, концепции, полностью процесс производства продукта, они очень похожи. Схожи в том смысле, что любой бизнес, прежде всего, успешен, если в нем есть содержание. Содержание – это идея, которую несет предприниматель, которую несет его команда в общество. Творческий процесс тоже схож именно с этим компонентом. И любой продукт, бизнес-продукт или творческий продукт успешен будет только тогда, когда в нем заложено хорошее видение, хорошая идея. За 13 лет опыта в маркетинге я работала с разными клиентами, с разными нишами. Меня вдохновляют всегда проекты, в которых предприниматель немножко творит. Как я попала в проект? Эта история интересная. Мы с Олегом знакомы очень давно. Более уже, наверное, более 10 лет точно. Проект мне очень понравился. С Олегом действительно комфортно работать. То есть это человек, который знает, что он делает. Он сознательно проявляет свое творчество. И это очень важно, потому что я знаю многих творческих людей, которые говорят, да, я классный, я крутой, я творческий. Но это происходит как-то спонтанно, хаотично, бессознательно, наверное, в какой-то момент. То есть люди не умеют управлять своим творчеством. И Олег тот человек, который действительно знает свое дело. В сентябре прошлого года ко мне пришел необычный молодой человек. Его зовут Тимур. Он танцор, хореограф. И он открыл тогда, на тот момент, только танцевальную школу. И для меня этот запрос был очень необычным. Потому что он пришел и говорит, мне нужен маркетолог. Я говорю, зачем? И он не попросил сделать ему рекламную кампанию. Он хотел разобраться, как должен работать его бизнес. И это второй человек в моей истории, в творческой среде, который осознанно запрашивает какие-то вещи. В плане коммуникации, в плане маркетинга. Тогда возникла мысль, возможно, стоит их познакомить. И так оказалось, что в одном месте мы оказались втроем. Начали, ну, пошел какой-то некий естественный процесс. Мы начали обмениваться, кто чем сейчас занимается. И Олег рассказал про демона. Я люблю такие истории, потому что, ну, во-первых, это классика. Лермонтов, демон. И в нем очень глубокая смысловая нагрузка. Я как маркетолог всегда чувствую такие вещи. Они, с одной стороны, злободневные и очень глубокие. Демонизм и таморизм, понятие, которое мы вывели с командой коммуникационной сейчас нашего проекта. Он присутствует в каждом человеке. Вы очень долго можете заниматься бизнесом и в какой-то момент перегораете. Вы становитесь демоном в этот момент. Либо вы занимаетесь одним проектом, бизнес-проектом, и вы гораете в нем. И вы ищете инвестировать деньги в какой-то другой проект. Или заняться чем-то другим. По большому счету предприниматели часто делают такие порывы. То есть они меняют сферу деятельности. Либо покупают какой-то другой бизнес, который их начинает вдохновлять. Потому что, ну, действительно, ты в операционке, в каких-то ежедневных процессах перестаешь ценить, наверное, ту изначальную идею, которую ты создавал. Я человек-прагматик в любом случае, потому что я занимаюсь маркетингом уже много лет. И бизнесом не первый год. И без системы, без команды, командообразования, без какой-то четкой логики этими процессами сложно управлять. Помимо людей, которые производят продукт, много процессов, которые помогают, чтобы этот продукт появился на этот цвет. Чтобы вы о нем узнали. И сейчас вокруг проекта создано несколько команд. Я люблю делать маленькие рабочие группы. Ну, с моей точки зрения, это самая эффективная система управления бизнес-проектами. Есть творческая группа, которая непосредственно производит продукт. Есть команда, я ее называю коммуникационной группой. Это ребята, создающие креатив, дизайн, продакшн. И, собственно говоря, вот то, что вы видите сейчас, это создано их руками фантазии и профессионализмом. Есть еще ребята, которые занимаются управлением проектов. То есть координации ребят, координации, чтобы комфортно было, чтобы было творческой группе, чтобы было комфортно в коммуникационной группе, чтобы у них было взаимодействие. И, естественно, ребята, которые монетизируют этот проект. Они не продают. Они, прежде всего, разбираются в ДНК продукта. О том, какой результат должны получить люди, соприкасаясь с этим продуктом. Пытаются донести пользу тем людям, которые будут нашими партнерами. Что они полезного для своего бизнеса и для себя получат, прежде всего, при соприкосновении с нашим проектом. Это должна быть история, которую... Ценность, которую я всегда транслирую в своих проектах, это позиция вин-вин. Каждый должен остаться победителем. И это несложно. Главное разобраться в желаниях и потребностях друг друга и составить правильную либо коллаборацию, либо какое-то партнерство. Каждый может получить пользу. И этим занимаются, собственно говоря, ребята, которые монетизируют продукт. Плюс сейчас запущены процессы упаковки этого проекта. Упаковки как бизнеса, упаковки как продукта и упаковки как проекта, который может масштабироваться. Конечно же, я как предприниматель хочу, чтобы этот проект был масштабируемым. Иначе нет смысла вкладывать такое количество средств, если проект не может, как Тимур говорит, длить. Если он не может длиться и не может приносить пользу многим. Я не говорю о том, что мы завтра достигнем каких-то успехов. Понятно, что мы пройдем все этапы становления бизнеса. Но мы вдохновлены и горим этой идеей. Она нам нравится. И мы знаем четкую пользу, которую мы несем.